Платон и ОМЗ И теперь требовался успех, чтобы поправить репутацию и турнирное положение Хотелось выиграть прежде всего, после ПСК тяжело было Но все забыли эту игру, сейчас уже на другие игры настраивались Поэтому для уверенности нужно было победить сегодня Первые минуты, то что нас убило с ПСК Максимально просто, ничего не выдумывайте Прямо сыграйте надежно, почувствуйте игру, вкатитесь в игру Все будет хорошо и давайте друг за другом ОМЗ тоже хотел реабилитироваться за поражение от Кристалла Но избрал контр-игру И в первой же своей вылазке на половину поля соперника Заводчане едва не травмировали галкипера Платона Андрея Сейкина Стражи ворот даже потребовалась помощь доктора Сейкин продолжил игру и на 14-й минуте увидел, как партнер по обороне Рамиль Кахардинов ценой собственного удаления Остановил очередную контратаку ОМЗ Вот только численные преимущества Заводчане потеряли уже через 30 секунд В аналогичную ситуацию у своих ворот спалил Дмитрий Романов И отправился на трибуну досматривать матч в компании со своей мамой А скамейка запасных ОМЗ осиротела до трех игроков и одного резервного галкипера Роман для нас ключевой игрок Так что у нас были две равные четверки и разрушилось Это просто сломало маленько эту игру для нас очень сильно Нападение Тем не менее, в первом тайме ОМЗ сохранил свои ворота Так же, как и Платон Посему половину матча команды завершили с редким для мини-футбола счетом 0-0 В первом тайме, я считаю, мы создали достаточно моментов до удаления После удаления четверки пришлось перестраивать Точнее, у нас не хватило даже народу И это сказалось на нашу игру И соперник полностью перехватил инициативу На зад бежать надо Вам сказали, у них сильная их сторона Это быстрые атаки Опять внесемся куда-то, блин, 3-3 Я сказал, не надо Если только численные преимущества Другие контратаки мы не проводим Значит, вкатывайте постепенную атаку Просто одни обрезка Одни обрезка и получается игра на качелях А там кто кому перебегает Это их любимая игра Это их любимый футбол Быстрые атаки Если мы дадим их создавать Тогда мы не вывезем Нам будет тяжело Давайте отталкиваться от своего футбола Вдохните, выдохните и все Все, счет 0-0 Все продолжается Так же, как не начиналось Собственно, там, 20 минут назад После возобновления игры Преимущество Платона стало очевидным Хотя до середины тайма Сопер им все же держался За счет самодачи и везения Но бесконечно такое продолжаться не могло Очередной стандарт Платон разыграл результативно Опытный Юрий Аблухаков Поставил пятку под мощный удар Владислава Горюнова И открыл счет долгожданным голам Мне кажется, случайно получилось Случайно получилось Но он же подправлял там Ну да Но не наигрывали никакой Не наигрывали, да? Нет Этот гол многие поспешили записать в гол Тура Но только не Аблухаков Перехватив мяч в центре площадки Он сотворил еще один шедевр Жертвами его финтов стали два защитника УМЗ И голкипер Вадим Новичков В пять секунд уместились перехват Два переката И удар в пустые ворота Игра была сделана После этого Платон забил еще трижды УМЗ сопротивлялся только по инерции И спасти матч заводчанам уже было не суждено Платон выиграл это сражение со счетом 5-0 И теперь может спокойно готовиться к матчу За суперкубок Ульяновска Против погоды в доме МЧС Матч пройдет Международный день футбола 10 декабря В УСК новое поколение Сегодня от защиты хорошо сыграли наконец Не как в прошлый матч И сегодня возвращались более-менее в конце матча Ну во втором тайме уже лучше намного стали играть Думаю, это как бы повлияло на игру Первый тайм получился тяжелый А вот во втором, как забили, уже другая игра пошла Там, ну как я и сказал, до первого гола игра была Как бы после первого гола уже по-другому игра пошла И они подсели, им тяжело было Я не знаю, мало народа все равно было Как-то они выдохлись Мне так кажется И вот, и мы дожали их, так сказать Вместе с Платоном еще одну сухую победу в туре одержал Кристалл Отправивший ворота смены 9 безответных мячей Подубль на свой счет записали Дмитрий Арефьев, Никита Елисеев и Алексей Самсонов Самым результативным игроком седьмого игрового дня чемпионата Стал нападающий ПСК Ромал Набиев В матче против промресурса он включился пять раз И вышел в лидеры гонки бомбардиров А его ПСК праздновал победу 11-3 Во второй раз подряд добился успеха погода в доме Но снова со скрипом, едва обыграв Элину 4-3 В матче дебютанта в Суперлиге Валенте Ул-Сити одолел Маймедиа 6-2 В составе победителей два гола на свой счет записал Александр Правдин Шестая победа подряд пока обеспечивает ПСК первое место в турнире на таблице Но Платон дышит в спину Между командами всего одно очко В тройке призеров и ОМЗ, потерпевшие второе поражение подряд Медленно, но верно приближаются к заводчанам погода в доме, Валента и Кристалл А вот у промресурса смены и Элины с набором очков большущие проблемы Нижние этажи турнира на таблице они затолбили крепко Восьмой тур волей календаря растянулся на два дня Первыми сыграют ПСК и ОМЗ Матч состоится в пятницу 13-го Для кого она окажется черной узнаем ближе к 9 вечера Когда прозвучит финальный свисток Шансы ОМЗ на победу сомнительны После удаления Дмитрия Романова у команды тренера Максима Галкина Всего полторы боевые четверки Остальные матча-тура пройдут в субботу, 14 декабря Интереснее остальных, пожалуй, встреча погоды и Валенты Испытывающие проблемы в нападении чемпион и дерзкий дебютант Чья возьмет? Узнаем через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин